Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в инфекционном отделении Одинцовской областной больницы вместе со звездами нашего округа. Я бы даже сказала, всей Московской области, людьми, которые каждый день спасают жизнь других людей. Светлана Ильинична, несколько слов о ребятах, которые стоят за вашей спиной. У меня замечательный коллектив. У меня действительно не просто врачи, а звезды. И каждый характеризуется по-своему. Они очень сопереживательные, они очень переживательные. Нет совершенно равнодушных. За эти годы у нас сплотилось, вот именно за годы ковида, у нас сплотилась действительно единая команда. У нас с октября месяца открыта реанимация в нашем отделении. Туда пришли замечательные, грамотные, сильные реаниматологи. И это тоже сформировалась команда. Они работают на базе инфекционного отделения. Это не отдельная структура реанимации. Она именно на базе инфекционного отделения. И придя к нам реаниматологи, кто-то у нас перешел, как Андрей Владимирович, он перешел из общей реанимации, это иные реаниматологи к нам пришли по набору. Они стали сразу, вот за это время, то есть с октября, когда открылось, вот по стечении времени это действительно сформировалась команда. Команда в инфекционном отделении. Мы все совместно работаем. Инфекционисты и реаниматологи, мы все совместно работаем, мы все сопереживаем для того, чтобы помочь нашим пациентам. Светлана Ильинична, за вашей спиной есть табличка «Вход, красная зона». Нет уже страха у вас, у ваших коллег, когда вы подходите к этой двери и понимаете, что там, за ее порогом, совершенно другой мир, совершенно другая реальность? Нет, страха уже нет. Все-таки время прошло, и мы уже много чего умеем. Страха нет. Единственное, конечно, страх – это чтобы наши пациенты не умирали, а выздоравливали. Вот за это мы и боремся, за это мы и, скажем так, сопереживаем, потому что для нас важно, чтобы наши пациенты от нас уходили с улыбкой, убегали от нас с улыбкой и говорили спасибо доктора. Началась массовая вакцинация населения. Все-таки это как-то отразилось на количестве заболеваемых? То есть растет заболеваемость или нет? Ну, в этот период, вот сейчас, в течение месяца, у нас заболеваемость степенно упала. Это не только у нас, это снижение заболеваемости по всей России. Вот, и я не знаю, с чем это связано, с иммунизацией, или все-таки очень большая масса людей переболела уже коронавирусной инфекцией. Вот, но, может быть, потому что зима заканчивается, да, и мы, честно говоря, боимся, что придет третья волна, на которой сейчас везде пишут то, что делать сейчас в Европе, и мы тоже боимся, что она к нам придет. Ну, как боимся? Боимся, что... Но готовы. Да, мы готовы. Мы готовы. Сегодня практически спустя год, можно говорить, что все понятно с вирусом, понятно с тактикой лечения. Да, с тактикой лечения понятно, конечно, с тактикой. Но вирус нам выдает иногда такие сюрпризы. Светлана Ильинична, насколько эффективно показалось свою работу именно реанимационное отделение? Насколько оно вам облегчило и пациентам, которые поступают именно в тяжелом состоянии? Когда не было реанимационного отделения, инфекции, все пациенты у нас лежали на пронпозиции, лежали в палатах. У нас пронпозиция такая, которая положена на вариках, и было очень тяжело. Но пациенты возрастные, и вылеживать, допустим, сутками, это, конечно, было тяжело. Сейчас нам стало намного проще, как только тяжелый пациент. Мы сразу переводим в реанимацию на маску неинвазивную. Пациенты лежат спокойно на спине, им комфортно. За ними очень хороший осуществляется уход, просто очень хороший. У нас работают, помимо того, что 4 доктора, у нас работает 8 медицинских сестер, то есть 10 медсестров в смену. Они меняются между собой, потому что, ну, так положено, в таких костюмах тяжело работать 24 часа в сутки. Поэтому они между собой меняются. Сестры великолепные, сестры профессионалы, вот, подобранные нами. Это, скажем так, правая рука врача. Они моментально реагируют на любое, даже, как говорят врачи, даже словом сказать, ну, не могу, она уже тут же все сделала. Вот, поэтому осуществляется очень хороший уход за пациентами. Круглосуточное наблюдение – это кормление, это переворачивание, перестилание пациентов. Вот, они у нас находятся в памперсах. Это, естественно, переодевание, это обработка кожи, чтобы не было, не дай бог, пролежней. Вот, поэтому мы очень рады в том, что у нас открылась реанимация. Это такие нам помощники. Они все очень грамотные, сильные реаниматологи, я уже об этом говорила. С чего начинается день, обычный день ваших врачей? Вот мы тоже сегодня облачились в костюмы. Я так понимаю, что мы сейчас войдем в красную зону и посмотрим реанимационное отделение. Да, ну, день начинается с совещания, с дачи дежурств, это, скажем так, реанимация рассказывает о пациентах. Ну, соответственно, с дачи дежурств, ночной смены, суточной смены. Потом мы все переодеваемся, и первым делом мы, конечно, идем в реанимацию. Значит, в реанимации ввиду больных не только я. У меня в реанимации все поднимаются лечащие врачи, чьи их больные. Если больной поступает сразу в реанимацию, то я как заведующий назначаю для этого больного врача. То есть врач непосредственно… Ну, вот в других реанимациях там занимаются заведующие, допустим, реанимации, да, в других больницах. Но у нас заведующие лечащие врачи. То есть врачи, помимо того, что они ходят в реанимацию, контролируют лечение больных и наблюдают за пациентами, вот мы… у нас есть такая созданная группа нашего отделения, где выбрасываются анализы, самочувствие пациента, и все это обсуждается до глубокой ночи. Поэтому скучать нам не приходится, командная работа, вот, и самое главное, что нет равнодушных. Вот это, я считаю, что самое главное, потому что все мы сопереживаем, все мы с пациентами, и вот я считаю, что это самое главное, поэтому пациенты у нас поправляются. Ну что, я знаю, что уже нет времени больше задерживаться, вас ждут пациенты. Отправляемся в реанимационное отделение? Да. Отправляемся в реанимационное отделение. Привезли в больницу, в ужасном состоянии. Я думала, что все, я уже умерла. Но команда профессионалов, настоящих профессионалов, как один человек, они действуют, работают, начиная от главного врача, заведующего, который каждый день подходит, каждый день спрашивает, как чувствует себя, как состояние больного интересуется. Здесь хочу сказать, что не зависит, врач или простой технический работник, когда врачи, смена врача, он может подойти, воду тебе подать, помочь что-то менять. Он не сидит, и я врач только. Очень, очень отношения и работа. Я просто, я даже сама решила выйти из больницы и какой-нибудь подумала что-то о них рассказать, как у нас работают врачи-профессионалы и душевные, самые главные люди. Очень душевные. Спасибо им огромное. Спасибо, вы меня спасли. Светлана Ильинична, насколько коек развернуто, реанимационное отделение, сколько здесь сейчас находится пациентов? Реанимационное отделение у нас развернуто в составе, как я уже говорила, в инфекционном отделении, развернуто 6 коек. Но на данный момент, на сегодняшнее утро, у нас 7 пациентов. Вы видите, что реанимация полностью заполнена. 7 пациент у нас находится в палате, так как мест здесь нет, ему поставлен аппарат. И реаниматологи, сестры, бесконечно ходят, за ним наблюдают. И, соответственно, мы потом попозже пойдем. Это вот наша медицинская сестра Любочка, которая сегодня сейчас утра дежурит. Ну как вы в целом уже пообщались с пациентами? Какие результаты? Идут ли они на поправку? Что говорят? Вот вы видели сейчас НУНЭ, который сейчас у нас идет на поправку. А здесь пациенты, они практически новые. То есть у нас не бывает пустое место. Пустое место сразу заполняется тяжелым пациентам. Это свежие пациенты. Но, судя по всем показателям, они, в принципе, стабильные. Стабильно тяжелые, то есть ухудшения нет. А это самое главное для нас. То есть сейчас происходит изберение сатурации, врачи общаются с пациентами, смотрят на показания приборов. Это обход лечащего врача за подделением или дематолога. Продолжение следует... Светлана Ильич, ну, честно, сложно представить, как ваши врачи, младший медицинский персонал по 8-12 часов в сутки находятся в защитных костюмах, в масках, в перчатках. Еще при этом общаются с пациентами, лечат их, заботятся. Ну, это просто колоссальный труд. Они действительно настоящие герои, герои нашего времени. Они врачи. Они выполняют свой долг. И когда нас называют героями, мы говорим, что мы врачи. Но действительно, действительно, это героизм. Это действительно героизм. Никто из них не спасал, никто из них не убежал. Вот с начала пандемии они здесь все. К нам приходят новые доктора. Это очень приятно. Конечно, очень тяжело работать в этих костюмах. Вы в этом сами убедились. Кто это не испытал, тот это не поймет. Но никуда от этого не деться. Ну, хочется верить все-таки, что мы победим ковид, и пациентов будет становиться меньше, и врачи уже вернутся в привычный режим работы. Очень хочется вернуться в нормальный режим. Снимут защитные костюмы и смогут общаться с пациентами, как это было раньше. Пациенты будут видеть их улыбающиеся лица. Сейчас пока доступны только глаза. Но, несмотря на это, все равно пациенты знают своих врачей. Они знают врачей. Они знают их по глазам. Они знают по глазам, по манере разговора, по манере поведения. Спасибо вам крепкого здоровья. Понимаю, что у вас все расписано до минуты. Поэтому спасибо за возможность сегодня показать изнутри, как все это работает. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok